Новости региона на канале ПС в студии Вадим Федосеев. Здравствуйте. Отдых у воды и на воде становится небезопасным и виной тому человеческий фактор. Беспечность и несоблюдение элементарных правил приводят к трагедиям. Недавний случай в Карелии. На Ладожском озере перевернулась лодка с пятью детьми. Подростки отправились кататься без ведома взрослых. В результате происшествия двоим удалось спастись. Три человека пропали без вести. В Архангельской области ситуация также не радует. С начала года утонуло уже 19 человек. Для сравнения, в 2016 на реках и водоемах погибло 44 северянина. В минувшие выходные сразу несколько трагедий случилось на водоемах Вильска и Красноборского района. При купании утонуло трое мужчин. Обстоятельства произошедшего выясняются, но уже очевидно. Купание в нетрезвом виде, в непрогретой воде и передвижение на лодках без жилетов в каждом первом случае приводят к ЧП. Рекомендуется традиционно, то есть выход на акваторию осуществлять, то есть с учетом метеопрогноза, то есть в штормовую погоду не рекомендуется выходить. Выходить необходимо на маломерных судах, технически исправных, проверенных, со спасательными средствами, со спасательными жилетами по количеству людей на борту. Купание сейчас не рекомендуется, потому что вода не прогрета, даже если будет погода жаркая. Но жаркой погода быть не обещает. По прогнозам, на этой неделе в Архангельске дожди и пасмурно. Не исключено усиление ветра. Добавлю, что специалисты МЧС проводят регулярные рейды и проверяют все маломерные суда, передвигающиеся в акватории порта. В Новодвинске ищут авторов очередной несанкционированной свалки. 50 кубов песка и строительных отходов были складированы на окраине города, на границе с лесополосой. Очевидцы рассказывают, мусор привезли на грузовой машине. 72 рубля за один кубометр. Столько стоит места для отходов на городском полигоне ТБО. Создатель свалки пожалел 3,5 тысячи рублей. Если нарушителя установят, ему придется раскошелиться на более внушительную сумму за выброс мусора на территории. Лесного массива организацию могут оштрафовать на сумму от 30 до 200 тысяч рублей. К другим темам. Фестиваль уличных театров вновь на Северной земле. Старт ему дало традиционное карнавальное шествие. Яркая и шумная толпа комедиантов прошла по набережной Северной Двины от площади Мира до Драмтеатра. Там состоялась торжественная церемония открытия фестиваля. На сцене выступили десятки творческих коллективов из разных стран. Еще неделю они будут развлекать северян на городских площадках. Например, барабанщики и танцоры из Колумбии будут заводить зрителей с жаркими афро-бразильскими ритмами. Аргентинский цирк «Клаб-клаб» обрушит на архангелогородцев музыкальное шоу с безумной хореографией, кеглями, хула-хупом. Артисты из Франции и Бельгии, возможно, будут менее эпатажны, но также интересны. Российским творческим коллективам тоже будет чем удивить архангельского зрителя. Для меня вот удивление, я понимаю, что это в прошлом году был сделан спектакль, это Диденко, Максим Диденко, это спектакль по Волошину путями Каина, который на Красной Пристани будет три дня играться. Это грандиозный режиссер, это грандиозная команда, во всем мире они работают. Вот это открытие для Архангельска. Узнать о местах и времени выступлений артистов можно на официальном сайте фестиваля уличных театров. Адрес на экране. К 80-летнему юбилею Поморья Архангельский дом молодежи объявил конкурс граффити «Настенная книга Архангельской области». Конкурс проводится во второй раз. К участию приглашаются творческие люди в возрасте от 14 до 30 лет. Заявки принимаются до конца лета. В этом году заявлено три тематических направления. Страницы истории «Мой город», «Герой», авторы лучших эскизов смогут исполнить их на стенах Дома молодежи. По словам организаторов, цель конкурса – создание условий для самореализации молодежи. А они, в свою очередь, ждут от участников интереса и креативных идей. Обязательно нужно рассказать о каких-либо интересных моментах истории нашего региона. Потому что все это будет нарисовано в виде карты, и каждый район может похвастаться. Продолжаем. Накануне состоялась рабочая встреча губернатора Архангельской области Игоря Орлова и председателя Совета Центра стратегических разработок Алексея Кудрина. Встреча прошла в рамках рабочей поездки Алексея Кудрина в Архангельск в качестве председателя Попечительского совета Северного Арктического федерального университета. Глава региона рассказал о проведенной работе по формированию новой стратегии развития поморья. Так, уже подготовлен ряд предложений по различным направлениям, от привлечения инвестиций до транспортной логистики. Все эти документы лягут в основу будущей стратегии. Игорь Орлов предложил Центру стратегических разработок провести экспертную оценку готовых предложений перед формированием итогового документа. Алексей Кудрин поддержал эту инициативу. Напомним, Центр стратегических разработок представляет собой объединение экспертов, задача которых предложить оптимальную программу долгосрочного развития страны. До запуска нового телевизионного проекта «Городская среда» на Архангельском телевидении остался один день. Дрова, трава, дороги, тревоги, вывоз мусора, озеленение, а еще культурные и образовательные проекты, спорт, соцсети. Словом, все, чем живет Архангельск, будем обсуждать в новой программе «Городская среда». Первый выпуск уже в эту среду, 21 июня, на канале ТВЦ в 19 часов. Наши гости в прямом эфире Николай Евменов и Наталья Зарубина. Готовьте вопросы. Телефон студии 21 13 85. А теперь к спортивным победам. Победителем летних игр среди городов Архангельской области второй год подряд становится сборная Котласа. Она принимала в гостях около ста спортсменов со всего региона, но гостеприимностью не отличилась. Взяла золото в пулевой стрельбе, стритболе, пляжно-волейболе. И в результате в командном зачете выбилась в лидеры. В первые в борьбу за победные очки включились стритболисты. Встречи мужских и женских сборных шли параллельно на площадке за боулингом. У нас сегодня три игры, поэтому мы оберись силой. Стараемся чаще замены делать. Саня, давай, давай, Саня! Работать! Сцена городского парка стала помостом для выступлений гиревиков. В обычной жизни представители команды Северодвинска – сварщики, инженеры, пожарные. Но в поединках мужественно стояли до последних секунд. И для них, и для их соперников из Коряжмы участие в подобных соревнованиях – еще одна ступень спортивного самосовершенствования. Отличный рекорд. Сейчас, наверное, 78 раз. Это лучок. И, ну, рубок сейчас посмотрим. Еще только все впереди. В стрелковом клубе «Рубеж» эмоции спортсменов наоборот скрыты. Тишина и сосредоточенность. Вот главные спутники успешного выступления. За один час – 40 выстрелов. Конкуренция высокая. Сборную «Котласа» в этом году усилили новичками. Наши девочки, которые выполнили только в мае, Лиза Абрамова, кандидата в мастера спорта, и Милана Лужкова, первый разряд. Они впервые присутствуют на этих соревнованиях. И наряду с Юлей Веселковой, которая уже участвует много лет в этих спортивных играх, они защищают часть города «Котласа». В этом году «Котласским стрелкам» удалось обойти своих главных соперников – команду «Коряжма». Разница между золотом и серебром составила 50 очков. В командном зачете по итогам всех девяти видов летних спортивных игр победа вновь у «Котласа». Сборная «Северодвинска» стала серебряным призером областных состязаний. Замкнул тройку лидеров «Архангельск». Впереди у спортсменов небольшая передышка и вновь в бой. С 25 по 27 августа в регион впервые приедут участники спартакиады, союза городов центра и северо-запада России. Раньше она проходила только в крупных муниципальных образованиях. Право принимать лучших спортсменов доверено «Котласу» и «Коряжме». О развитии темы событий расскажем в 16.00 на канале ПС. Оставайтесь с нами. Субтитры подогнал «Симон»